Книга «Открытым оком», 27 том, тема «Потеряевка», вопрос 3901. Как прошел в этот день? В этом году день «Потеряевки», отвечает Игнатий Тихонович Клапкин. Литургия в воскресенье 18 мая 2008 года. Затем обед и концерт, и дети и взрослые выступали. Мне при окончании концерта предложили сказать слово. Вот оно. Лев Толстой как-то говорил «Пошел я погулять». Молодой деревенский парень встретился, разговорились, он говорит «Отправляют меня на службу в армию». А Лев Толстой много воевал, он описывает все это в своих рассказах. «Ты не обидься, я тебя спрошу. Скажи, ты женщину знаешь?» Он сказал «Нет». И Лев Толстой продолжает «Стар я стал, и слаб на глаза мои». И проследился, обнял его, поцеловал и сказал «Какой же ты молодец». Вот в этом рассказе заключено очень много «Как надо хранить молодежь». Я вашим учителям всем большую благодарность хочу высказать. Сколько сил потребовалось вам, чтобы такую постановку сотворить? Я и знаю. Этих толмачей-то, ребятишек, им больше соответствуют, когда они спиной стояли с дурной надписью. И думаешь, что любую надпись на любого перевешай, и не ошибешься. И написано «Непослушание», «Как здорово вы придумали». А потом мысленно перевесил с одного на другого и думаю, ему и это подойдет. Ложь. Все они одинаковые. А как повернулись сюда уж другими надписями и думаю. Притчи 13.19. «Не считай посрамление, отвергающие мучения. А кто соблюдает наставление, будет честим». Но подошли к другой постановке о десяти девах, где пять неразумных к дверям. И это самый великий момент был. Иоанн Заталус говорит, девы стучат обычно, Господь дает ответ через посредников. Здесь, через проповедников, через ангелов. А тут сам, обычно, когда кто-то отвечает, секретарь ответит, что подожди, я еще до президента дойду. Христос, как президент, он сам лично отвечает, не знаю вас, отойдите от меня. И самое страшное, что он им дверь не открыл, лицо свое не показал. А они жили, всю жизнь ждали его. Вы понимаете, сколько здесь показано? Я однажды шел с работы с одним хорошим юношей. Вместе работали. Но дорога длинная, я рассказываю ему притчу о сеятеле. Когда рассказал, говорю, Володя, а он чем-то напоминает Валерия Григорьевича. Красивый парень, русский. Скажи, к какой ты категории относишься? Ты столько уже слышал. Отдай ты свое сердце Господу, живы для Бога. И говорю, вот семя пало при дороге. Сколько ты уже от меня слышишь? И на работе. Ну нет, я зря, что ли, к вам вежу. Я многое уже от вас перенял. Многое. Я еще к этому потом вернусь. Я говорю, на камни. Да про меня никто и не знал, что я верующий. Нет, к камню я не отношусь. Что у меня сердце каменное, что ли? Третье. Это терния заглушила заботами. Сколько я сею, и в тебе не растет ничего. Ну я курю. Ну по две пачки-то не выкуриваю в день. Что у меня все в табаке заросло, что ли? Ну выпиваю иногда. Да, но культурно пью. Главное, что мы культурно, потому что все алкаши пьют только культурно. Никак не соглашаются. Остается последним. Ну может и не во сто крат, а в 60-30. А парень-то разумный. Ну как я себя сюда припишу? Какой плод? Я не проповедую. Я говорю, Володя, другого-то нету. Четыре уже все прошли. Ну давай еще раз начнем в обратном порядке. Все-таки к первой категории ты, Володя, относишься. Потому что дорога – это разные мнения, газеты, телевидения. Там прошли по песочери все. И семя, которое ты слышал, пропала зряшно. Тебе же умирать скоро, сегодняшний слушатель. Когда ты сердце-то отдашь Господу, я говорю ему. Время-то близко уже. Сейчас скажи, Господи, разросли почву сердца моего. Чем? Апостольским языком, как кнутом. Язык-то изогнутый, как Затаус говорит. Для полива два источника таких мощных. Открой сердце и скажи, Господи. Пусть не во сто крат, какие сто крат. Когда уже до тридцать лет перевалило. Ну хоть в тридцать крат. Меньше-то нет, другим детям напишу. Я нашел Бога. Кто-то же придумал эту постановку с Евами. Кто-то составлял. Это так страшно. Я ходил на богослужения к баптистам и любил заказывать песнопения. Я их много знал. Люблю, Господь, твой дом. А одна есть песня такая. Есть место. Есть. Господь тебя зовет. И дальше припев весь хор, как грянет. У баптистов там молодежь. Голоса не пропитые. Хор на сто двадцать человек. О, поспеши войти. Время еще не кончилось. Ты еще живешь. Еще дыхание у тебя. Есть место. Есть. Господь чертог зовет. Чертог святой. Он сам тебя ведет. Тебя зовут. Ты зов не отклони. Тебя там ждут. Туда. Туда. Входи. Есть место. Есть. О, поспеши войти. Прекрасен пир в чертоге золотом. Тебя зовет Господь. Быть гостем в нем. Есть место там. И дверь не заперта. Ее открыл спаситель для тебя. Он многих грешников принял туда. Но там еще есть место для тебя. Они омыты кровью Христа. Христос зовет. Омоет и тебя. Светил у дня. Недолго уж сиять. Ночная тьма готова. Все объять. Настанет ночь. Закроются врата. Ужасный Бог услышит, что ты тогда. Нет места. Нет. Затворены врата. Это окончательно не через посредников. Признак крайнего отвержения, что лица не показал им. Вот что здесь у вас в постановку вашу заложено в этом. Не просто прошли девчонки со светильниками. Она-то до конца не все понимает, что идут отверженные. Улыбается. Столько людей внимания им. Все, кто слушали сегодня, поймите, эта жизнь кончится. И очень быстро я здесь бегал в этом пруду, что рядом. Тонул. Меня поле серебряников спас. Запуталась нога. Не могу никак выбраться. А он увидел, что пузыри меня поднял. А он здоровый был и спас. Я мог тогда уйти. Где я горел, плавал. Сколько у меня было опасностей. Для чего у меня Бог спад. А вот для того, чтобы вам сейчас встретиться и рассказать, что Лев Николаевич ценил целобудрие. Я понял, что по женскому вопросу ему там не выпало. Что как у Пушкина. 113. Любовник. Но наступает смертный час. И Александр Сергеевич во всем раскаивается. Против царя прощения. Благо причастился. И примиренный уходит. И чтобы этот концерт. Вот этот потеряю. Все, чтобы кому-то одному. Здесь сидящему дало шанс войти в эту дверь. Пока она еще не закрыта. Дети трудились. Это они время свободное уделяли. Они старались. Об этом молились. Кто еще из вас не примирился с Богом. Оценить этот момент. Ибо завтра его может не быть. Вы гости. Приехали с такой дали. Вы поймите, что Христос это счастье. Это любовь. Недавно в президентской газете на первой странице речь патриарха Алексея и написано. Христос воскрес. И потому смерти нет. Этого утверждения в одной религии мира нет. Христос на Голгофе около Иерусалима разбил сатану на голову. Смерти нет. И малые дети возвещают ныне здесь о том, Господь говорит, если они умолкут, то камни возопьют. Благословен Господь, который позволил нам все это услышать. Завтра будет не так. Этого ничего не будет. И когда человек умирает, он остается один. И один, и ничего нет. Пустота. Куда и кто проведет тебя за руку, когда ты умрешь? Когда умирает человек верующий, а когда умирает человек верующий, он говорит, благослови душа моя Господа, хозяин мой, творец, ты ждал меня, Господи. Я выполнил свою миссию не совсем. Прости меня, ведь Господь любит миловать. Мы к Богу пришли и не искали у Него справедливости. У Бога не надо искать справедливости. Бог часто не дает справедливости на земле. Он дает справедливость на суде Божьем. Он дает милость даром. Какой ты есть убийца, бродяга, насильник. Расскажите. Эта прежняя жизнь умрет и будет новая. Я детей благодарю, что вы потрудились. Вы меня сильно порадовали сегодня. Я вас жду в лагерь и научить вас там, и учить вас там буду. Спаси Христос. Не зря потеряю, как он стоял. 2 Иоанн 1,8. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. 3 Бесхозную скотинку велено сберечь и возвратить владельцу недотепу. Не о валах и овцах будет дальше речь, о сыне блудном и о встрече теплой. Страна огромная разбредившихся существ. Поодиночке каждый ковыляет из раненых, избитых, всех не счесть. Живущих на подачку, то есть на халяву. Искать посыльных, их экипировку, проверить по евангельским лекалам. Спаситель врач нас отселяет кровью. То возвестить всем ближним, как и дальним. Договоришь с попутчиком в купе, сектантом, гладко выбритым, причистым. Утишит их церковная купель, водой и духом сам овец очистит. Ничто чешу соточных овечек нет, никто чешу соточных овечек не искал. Доставшихся на растерзание зверя, волк лютый поп. Сдирает шерп и скальп, и никому не зрится та потеря. Пастук заботится о живности в предзимье, корм заготовить и теплить кошару. О голодающем поймут, что здесь раздение содрать спешит совет и постоянно шарит. Епископ слеп и патриарх слепец, бормочет заклинания береги. Из коммунистов волк в попы пролез, а брок дерет дворям на чинобеги. А слово Божие под купол и не вхожа. Дым коромыслом в том духовной тьме. Пророка бы тем лучше, чем он строже. Кого еще бы разглядеть суметь? Блажен сумевший павших сохранить. И к пастори-начальнику их след направить. Кто Библию возвысит среди церковных книг, вождей презрев Иисусу, скажет Равия. 25 мая 2008 года Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.